Привет, друзья! Перед началом данного видео хочу попросить, ребят, поддержать человека, у которого канал, вот, сказка, сказка, мы как-то с ним давно играли, он, кстати, стримит папку и делает доту, прикольный контент, кстати, он в онлайне, и здорово, здорово! Ребят, давайте его поддержим, ссылочку на него я оставлю в описании, ну, и, ребят, соответственно, не забывайте подписываться и на мой канал, мой канал тоже, как бы, идет, ребят, для вас фишечки делаю, ролик получился прикольный, так что давайте, ребят, пальцы вверх, и обязательно подписку, и не забывайте о парне, которого тоже нужно поддержать, погнали! Итак, ребятки, по просьбе собрал персонажи, у которых ультимейты являются ченнелингом, кто не знает, что такое ченнелинг, это каст, именно, что персонаж стоит без действия какое-то определенное время, без действия, и после этого идет уже непосредственно ультимейт или какая-то способность. То есть, не стал рассматривать таких персонажей, как Шаман и Котл, например, которые кастуют спелл, ну, просто обычный спелл не суть, то есть, смотрите, в чем заключается суть данного теста. Смогут ли эти персонажи, находясь в своих ультимативных способностях, зайти в инвиз при касте, при касте, когда уже ультимейт работает. Что ж, давайте первого проверим Санд Кинга, получится у нас это или нет. Поехали! Действительно, Сан Кинг может кастовать в инвизе, то есть, кто не понял, ребят, повторяем еще раз. Сейчас Сан Кинг выйдет с инвиз, и можно показать еще раз, то есть, мы кастуем ультимейт и заходим в инвиз. Это работает примерно так. Хорошо, Сан Кинга мы проверили, давайте проверим CM-очку, сможет ли она зайти у нас в инвиз, кастую ультимейт. Это тоже работает, это тоже работает, CM-ка кастует полностью невидимая, то есть, это очень даже неплохая тема, ребят. Ну, Вич-доктора, я думаю, многие кто обузили, Вич-доктор, на самом деле, я помню, я не знал на самом деле, что можно юзать так Сан Кинга, CM-ку я знал, что можно юзать, но вот именно Вич-доктора, это как бы было слишком профитно, то есть, это делали всегда и все, мне кажется. Теперь, ребят, самое интересное, сможет ли Атропос зайти в инвиз, кастую свой файн-грипп, посмотрим, посмотрим. Действительно, как вам, неплохо, да? То есть, и даже крипы лесные даже не знают, кого бить. И самое интересное, сможет ли это сделать Энигма? Давайте проверим. Да, Энигма тоже это прекрасно делает, ребят, на вооружение, пробуйте, пользуйтесь, реально прикольно, это работает. Также, ребят, хотел бы затронуть одну тему на CM-ке, на CM-ке, ребят. Касаемо, касаемо ее Фростбайта. Фростбайт это второй спелл. Не знаю, многие знают, наверное, но, ребят, будет очень полезно, будет очень полезно знать. Фростбайт действует 3 секунды на персонажей и... Ну, просто тупо на персонажей, вот на героях, на героях. Но на остальных, на крипов, на лесных, действует немного по-другому. Допустим, на вот этих крипов он будет действовать пока, по-моему, не 3, а 10 секунд, хотел сказать, пока убьет, но это не так, это не так. Давайте примерно покажу, о чем я. То есть, я кидаю, и... Все это время бедный волк стоит во льду. И то есть, это как бы фри голда нашей CM-очки просто на ура заходит. То есть, если мы играем на саппорте, мы можем резко забежать в лес и попробовать закинуть Фростбайт на какого-нибудь лесного крипа. Ну, или же просто крипа на линии. Но у кора желательно не забирать фарм, ребят. Это неправильно. Так, давайте я теперь покажу такую тему. Смотрите. Мы фризим его. Проходит 3 секунды, и он начинает бежать на нас. Но дэмэдж ему продолжает наноситься. То есть, стан на него уже не действует. Но дэмэдж по нему проходит. Проходит ровно 10 секунд, и дэмэдж проходит. То есть, по идее, он должен эти 10 секунд стоять. Вот так вот, как стоит у нас этот крип. А все дело в чем? Мало-мало кто, наверное, ребят, слышал о том, что... Есть такая, как бы, левельная тема. Если у нейтрала... Вот, посмотрите, уровень 3. Это не просто так написано. Если у нейтрала уровень не выше 5-го, то мы можем пользоваться всеми способностями. Вот, например, как на ЦМке. Полностью. То есть, этот крип будет стоять ровно 10 секунд и получать дэмэдж. Но, если же это крип 6-го левела, ну и, соответственно, выше, но таких, к сожалению, нету, то мы не можем полностью использовать нашу способность. То есть, не будет стана на нем, он просто убежит. Также это касаемо идолонов, ребят. 4-го левела можем. Крипов мы схавать. Эникмы, кстати, ребят, профитно очень в лес ходить. Кто не знал. Но на 83, на 85-й лучше в лес не ходить. И мы не можем... 5-го левела... Это существо слишком могущественно. Видите, у него 5-й левел. Мы не можем его убить. Нашей коммерсией. Как бы вот такая фишка, ребят. Пользуйтесь. Итак, ребят. Множество комментариев было по поводу Пуджа и его третьей опилки. Все мы знаем, Пуджа под силу с убийства героев. И тут вопрос возникает. Интересно, а сколько же можно апнуть силы на Пудже? А действительно, сколько? Начал я, значит, такое и проверять. Собрал Пуджа в мощный атлетический сбор и... И погнал месить бедных венка. Что делать, что делать. Пальцы потом болели от того, что я прописал постоянных. Так, бью-бью, в общем, такой. Бью. Побил чуть-чуть. Потом еще чуть-чуть побил. Ну, а потом еще чуть-чуть побил. Еще чуть-чуть побил. Ах, блин, уже пальцы палят. Это прописывать. Но потом еще чуть-чуть побил. И, собственно, вот небольшой такой вот результат. Получился, значит, у нас такие Пуджик со ста тысячами... Тысячами, да. Со ста тысячью... Короче, сто тысяч хитпоинтов, ребят. Это очень много. Это очень больно. Не знаю, зачем я это делал. Но чисто для эксперимента. Раньше в старых дотах хитпоинты переставало быть видно. Видимо, это из-за разрешения. Но я точно не уверен. Но все же вот результат такой. В общем, вывод по данному тесту такой. Чем больше силы, тем больше хитпоинтов. Тем больше ответственность. Ну, те, кто шарит, те поймут. И, в общем, ну, решил я снести все нахрен. И вышел. На этом я закончил этот тест. Итак, ребят. Ну, а первая же тема будет касаться у нас Танос Лордара. Будем раскрывать конкретно уже эту тему. Потому что был негатив. Но есть тут свои нюансы. На самом деле проверили. Да, действительно. Действительно. Стан. После стана идет у нас 2 секундное замедление. Но это замедление идет не 2 секунды. А получается 2,5. Сколько идет стан. И еще 2. Потому что во время стана на нас уже повесилось замедление. Поэтому, ребят. То, что я говорил в прошлом ролике. Это не соответствует тому, что является действительностью. Так что, ребят. Чекайте. Смотрите, вот что вышло. А ну еще раз. Понял. Действительно так и есть, что стан этот. Он накладывает сразу замедление. И потом еще 2 секунды. Идет замедление 20%. Так, это хорошо. Ну да, я помню такую тему. Диффузой. Сняли. Ладно, поехали далее. От Слардара отстали. А эту фишку с диффузом и с ракетой гирокоптера я вспомнил недавно. И решил тоже внести ее в список фишек. Пришел? Вкачивай ракету. Да. Направляй на меня. Эй, не сбивай. Еще раз. Вот арел. Диффузами? Да, диффузами убивай. Я вспомнил это. Вспомнил эту тему еще очень давно. Диффузом. Это смешно. Да, это смешно, но это работает. Все, хорошо. Короче, типа, попробую ультануть по балонару. Ультани просто попали. Побали. Хм, прикольно. А ну-ка еще раз бахни по нему ульт. Ну, относит. Относит, но не сбивает. Видел, понял прикол? То есть тебя в ультимейте, то есть, относит. Когда ты ультани. Когда ты ультуешь по балонару, тебя относит, но не сбивает. Ну, типа, да, толку. Ну, типа, да, толку-то нет, в принципе. Но такое, если честно. Следующая фишка у нас такая. Говорят, что вакуумом можно сбить ультимейт Джаггернау, то если он ультует на твой вот тиммейт. Пробуй, пробуй. Так, я залагал, отлагал. Все, давай, ульту и балонару, я попробую тебя вакуумом вытащить оттуда. Готов? Поехали. Ха-ха, это прикольно. То есть, но ты все равно возвращаешься. Окей, а если я попробую? Ну-ка, давай. Не себя же. Прикольно, слушай. Это прикольно. Да, так, подожди, сделаем вот так вот. И вот так вот делаю. Давай, ульту и у него. Ага, на меня перепрыгнул. Ну-ка, еще раз, подожди. Я немного нафейлил. Немного нафейлил. Раз, вот так вот, давай, ультуй. Блин, ну, реально, это, это работает, то есть можно. А ну-ка, еще раз. По идее, так можно вообще сбить, но я тут, я не могу доконтролить. То есть мне нужно, раз, два, ну-ка, давай. Давай. Блин, сейчас промахнулся. Ну-ка, еще раз. Во. Вот так вот это работает. Прикольно. Так, ну не надо лагать. Побежали. Прикольно, работает, ребятки. Вы реально, можно пользоваться, что вакуумом можно вытаскивать джиггернаута с ультимейта. То есть, это реально так можно сбить. Можно ли в куполе нажать диффуза на того, кто в Юле? Давайте упростим, чтобы это не была обязательно Лина. Не знаю, почему Лина, у тебя, наверное, видимо, хейт на каких-то Лин, но не суть. Тестим. Ты еще тут крутишься. Так, смотри. Ну, давай, типа, ты такой в Юле, да? А я диффузон такой. Раз, и убиваю. И убиваю. Давай еще раз. Типа, ты такой, я такой бы... А, нет. Чё, не репрессируешься? Опа, такой. Блин, что делать? А я такой беру и диффузон снимаю. То есть, это реально работает. А пусть... То есть, я... Вот, то есть, ты, по идее, ты должен висеть все это время, пока ты в куполе, правильно? Ну, вот и... Я диффузон нажимаешь диффуза. Я нажимаю диффуз, и все, и все сбрасывается. Все профитно работает. То есть, это реально работает. Это не смешно, это реально рабочая фишка. Так, короче, смотри. Смотри. Делай летучего курьера иноземного. Наземного курьера, запусти. Так, хорошо. Ну, вот смотри, допустим, псина убегает. Может убежать? Не могу. Дожди. Гал-гал, типа такая, псина. Опа, я такой. И все, попалась псина, и можно ее забрать. Это фишка от меня, помню. Это еще обузили очень давно. Блин, зачем... Зачем ты его убил? И все, зачем ты его убил? Так, зачем ты его убил? Так же можно летучую курицу поймать. Дирижабль, ага. Можно поймать. То есть, если... А ну поймать еще. И такая музыка на борту дирижабля. Хорошо. Это еще одна фишка. Другая фишка, это что можно сделать просто вот так вот. Дай мне промикрить. Найс, веди сюда еще курьера. Так, ты хотел летучего и какого иноземного? Да, летучий иноземный. Все, есть. Ты хотел их бахнуть, я так понимаю? Я хочу наземного за это, за шоки. Ты сказал дословно, я хочу их бахнуть. Ладно, у них нет, сука. Ха-ха, лоханулся так. И наземную псину я так же могу добивать. Да. Так, все, стой на месте. Вот у тебя 1600 хитпоинтов, да? Бахну тебе догоном. 1391. Запомнили. Теперь. Сделай рефреш, пожалуйста, я тебе тычку нанес. Хорошо. Минус рефреш. Вот, шесть стаков. Нанесло намного больше. Вот, допустим, вот так вот и 1292. Ну, один раз. 391, да, было? Ну. Короче, считается, в стике напалм, если я на тебя стакаю, вот я 5 стаков сделал, и этот дэмэдж, то есть увеличивает догон мне немного. То есть ровно на 5, то есть по 25. Ровно 5 стаков, ну да, так и выходит с дополнительного 100 дэмэджа, то есть, в чем прикол, что я тестил, то есть, если я на тебя настакиваю первый спелл, то у меня усиливаются, вот допустим, я даже ударил, да я даже видел эффект, вот этот вот, типа, что вот герой пользуется дополнительным бонусом, то есть это тоже можно, ребят, ребят, юзать, пробуйте. Прикольно, прикольно. Поехали далее. Тпшимся, визе, и побежали. А сейчас мы проверим, что же будет, если брюмастер раскастуется вместе с найксом. Смотрите, ребят, что получилось. Залезь и вылези. Все, найс, хорошо. Теперь, в чем прикол? Ты залазишь найксом в панду, и панда ультует. Что будет происходить? Из какого ты героя выйдешь из случаев, если пандой разделятся и умрут, то есть, ну как бы понял, в чем прикол? Давай, пробуем, залез. Ультует на панде. Панда, не можешь ультануть? Ну да. Серьезно. Стой, стой. Да, да, сейчас, стой. Сейчас вот так делаем. На пункту, на пункту, на пункту. На Т, вроде. Сейчас. Чисто есть не прокликивать. Я понял. тогда закупаемся хорошо вторая попытка давай залазишь найк сам в панду и пультуешь на ней я сливаю с какой вылезет давайте сначала вот этих поубиваем ну да с каменного вылить давай попробуем сначала убить тогда каменного именно с каменного вылезет на x или нет все могу выбраться надо ждать пересоздавай его готов к мультимейт прокачался 25 25 давай теперь я попробую убить сначала каменную и скорее ну я думаю ты с каменной nikes вылезет ну просто как ни крути сначала каменную лол с последнего влазит лол с последнего последнего ты представляешь какой-то может быть сейф то есть ты в любом случае блин а если честно непонятно то есть вообще как это работает это реально непонятно работает а ну еще раз давай сейчас просто ульта неж и вылезешь найк сам откуда вылезешь с огненной или носками наверно с каменной вылезешь так ульта ну значит теперь попробуем убьем камня вылази найк сам только ну нет кнопки вылезти не туда то есть окей давай тогда убью вот это но его из огненной ты вылезешь а теперь есть кнопка да наверно власть к я не могу управлять почему-то пандой я не управляю пандой не управляешь а что такое да я не могу на него нажать прикольно это надо будет тогда совместно еще затестить вообще им не управляешь но тут такая тема просто блин нам третий человек нужен ладно это мы короче оставляем лайк сам вылез и можешь контроле до понимаю спасибо брат за поздравление от души тебе всего самого лучшего того вдвойне чего пожелал ты мне ладно приступим к фишкам сларк да насчет сларка сейчас затестим зевса я уже показывал действительно смог спасает от зевса ульты а насчет сларка ребят смотрим поехали короче смотри прокачай ловил 25 сначала давай с ногой разберемся ты просто сон кастанешь смогу ли я дарк пак там снять его простую да я снял снял сон это первый момент а мы это не тестили нет по умы не тестили ладно не сюда помню такой ладно не суть давай теперь и stonegaze на этой на медузе готов да готов давай камешек не замедленный квадрате а дэмэдж будет меня бонусно наноситься попробую побить ударь меня так просто медузой убери ногу пожалуйста все она мне надо нам не нужна пока что все я понял 3 тычки нажал ага вижу примерный дэмэдж теперь stonegaze ударишь меня но видно бонус найдет то есть как бы в теории мы можем это как бы ну выйдет но бонусно все равно на нас будет висеть не уходит сон ты выходишь и по-любому ты ну-ка еще раз давай нет это сразу так ну-ка еще раз сейчас выйдет выйдет и сразу кастуй непонятно если честно очень понятно они странно странно ну вот так вот как-то не знаю видимо какой-то баг как-то что-то надо ну-ка попробую на орбе давай еще раз делать да я поздно долго до поздновато сейчас я залагал для ночи так долго все готов поехали а я не могу даже на орбе я не могу на орбе улететь еще раз давай давай готов поехали я не могу на орбе улететь я нажимал в общем не знаю как это получается это какой-то баг но это вот вот так вот не работает теперь я попробую поймать тебя в ультимейте на свой skiver ты готов только нам как-то лети наверное на меня но через меня понял вот ты меня сейчас видишь до сквознячком то есть примерно куда-то ну вот где я стою вот до сюда пример лететь надо было на единицу зашут мид на лицу да ну не суть короче давай готов ты но немного поздновато я протупил да еще раз 6 6 6 5 4 9 2 1 году вам реально ловит тебе легче тебе легче ехать а я в тебя врезать давай поехали да ты даже сам есть и раз два три меня ловит неплохо то есть ты допустим так можно лоха бы убегаешь зачем постоянно пишу когда ты ману восстанавливать типа ты такой на лоха по уходишь да я такой тебя такой а и поймал такой да и поехал куда нету типа такой знаешь такой а ты готов ты поймался там я понял в общем работает пойдем-пойдем-пойдем иди сюда страшно когда будет подходит играть пойдем поговорим вот отсюда вот здесь стоишь и кастуешь на меня ульту что и что так ну давай еще раз хорошо все готов давай поехали кастуешь еще доставать надо до блин я не знаю с чего они взяли что это так работает это так не работает точно меня уже вешается смоук и уже все я уже в тень ушел все там никаких вариант нет он стоит low ground еще раз кастуй нет это так не работает я не знаю смешно смешно давай еще раз кастуешь ну-ка еще раз а ну-ка стой и тебе нельзя что ли закатить . близко стоишь что ли по жопе а видел сработало получилось все равно блин жесть это тяжело кайта ну вот так надо кайтить под самый конец когда уже патрону слетит понял то есть когда ты когда я в момент вот когда вот тут неуязвимость напишем написан только тогда мы можем это закатить если мы приземляемся на землю раньше то умираем не это хорошо что такое можно катить от ножки закатить вот такую хуйню авиация жизнь за так давай поехали дальше миллион жизнь за что надо качать ему скажи вот нет оба дону ничего не качаешь нет подожди не рефреш ся короче я кину рипер ты астралом закатишь сможешь сможет ли рипер закатиться астралом если я накину его на оба дона ты готов поехали кидаю ну закатился пиши рефреш закатилась а теперь то есть но это слишком банально будет типа я смогу вторым спелом то есть ты сможешь вторым спелом на абадоне снять рипер но он нанесет урон я кидаю на шеде рипер ты абадоном ты абадоном он кидаешь стороны что то есть ну это снимет сам стан но не снимет дэмэдж готов абадоном юзанин давай юзай рипер какую-то часть урона блочит но снимает только стан но не снимает сам дэмэдж но это в принципе логично потому что абадона спел он сам сам по себе снимает тупо снимает тупо негативы негативы ну это потестили курс они на этого нас ларка я попробую дарк пак нам это снять я готов поехали то снимает курсу начинает убегать прикольно так готов курса ночь готов давай юзай нас ларка и за мной и за мной бежит бьет то есть это никак не не отменить то есть все персонажи будут выбегать и бить прикольно прикольно так теперь смотри чё за тестим тебе надо просто кинуть юл на ланаю и все готов кидай я ухожу наносится дэмэдж который не позволяет уйти с блин кауту то есть допустим будет вот так вот за юзай нас ларка и вот я пытаюсь уйти сразу сбивается потому что наносится дэмэдж я не могу идти залезай теперь наланаю я готов давай поехали я нафейлил немного нас ларка закинь немного не то закинул закидываю нет пока еще раз подожди 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 у меня меканцем не смог вылечить такую же у меня же pipe 2 pipe они стакаются понимаю юзай на магнуса и у юзай и за 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 и вот она чё нашел я меня слышишь чем прикол понял что нашел то нет когда короче юзанут pipe и любой может короче с блин каута уйти понял не сбивается да еще раз давай сейчас затестим я иду давай кидай на виверну и ул то есть вот я пытаюсь уйти нет я уйти не могу сейчас пишем refresh пиши refresh теперь давай попробуем кидай на него юл теперь я попробую уйти а теперь уходит вот такая вот фишка прикольно то есть дэмэш не наносится идет в урон в pipe урон идет в pipe и все может пока на блин конец найс не понял просто птичек плодил тут мне сложно куда советую пожирнее героя не взорвался я это и делаю уплотняю сейчас они сами да там хп слишком много не умру сейчас кидаешь раптуру и то слышь во время т.п. давай не нанеслось вообще ничего но надо чтобы я летел надо чтобы летел помнишь давай готов кидай раптуру ты прошусь тассы вообще ничего не нанеслось не считается что я двигаюсь кидай раптуру полетели тассы у как четко не наносится вообще вообще не на но я нормально составе у тебя первого левела что ли этот раптура или 3 последнего третьего вообще ничего не наносится не знаю я ожидал что я умру на самом деле ладно это проверили кидая на тебя 3 ты просто ультуешь готов поехали кинул 3 ульту и откуда такая дезинфакт откуда такая дезинфакт 50 это пятисекундный этот если я ничего не могу сделать не но он такой не контрит не контрит опыт много выходит выходит и получает silence но такое нас все давай веди сюда а я создам репликейт алхимика и ты обратно ее переманишь козой да смотри создал репликейт переманивай 2 и твоя стала да и морфом я возвращаюсь то есть на на твой репликейт на уже на твой репликейт получать с которой ты контришь хорошо это проверили давай еще раз теперь создаю репликейт подожди секунду дожди секунду у меня нет вкачай монетку миля на алхимике сейчас сейчас все сейчас умрет морф хорошо монетку вкачал создаю репликейт хочу зафармить крипочка одного-двух то есть будет ли работать этот бонус а потом переманишь так бонус работает бонус переманивай переманивай будет ли у тебя этот бонус работает у тебя все подойти по фарме крипчиков и репликейт овый на долго бит бонус рада работает до 730 все я понял я тупо возвращаюсь к этому репликает но и сейчас на бредовая тема и я не пойму смысл того что так но я устаю типа такой это погода хорошая там все нормально все прекрасненько и что то по моему где-то тут у тут у тут у тут у тут у него 6000 хитпоинтов братан успевать писать постоянно блин блин дагер блин дага есть кустах пацаны в кустах хочешь из кустов кого-то вывести в атаку в атаку бойцы уничтожьте их это чё за обузы блин это что такое так оксану раздай по курьером все у меня она закончилась уничтожьте все что fight 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 нифига давай толпу на толпу иди сюда аксом сейчас загор всех на два баллачку надо поражать подожди где глобал очка глобалку жму фига я там раздаю а ты сам отдал сука больше не буду из всех сточил ничего еще происходит сейчас у меня там еще пацаны засадные идут идут ребята подмога идет подмога идет подмога идет рипера ему дал рипера подхилить подхилить так подожди что происходит от химику надо ультимейт вкачать так так но мои победили слышишь мои победили о нет но это нечестно вот так подожди рефреш не записать у меня самый сильный персонаж остался он идет я щас победю я щас победю я тебе отвечаю победим очкам последний победил ой понимаю ну в общем вот такой вот ролик получился у нас да неплохо прикольно висячий 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 ролик на все